Я мать Магомада Васалга и Исмаила Исаева, которых погибли из Нижнего Новгорода и увезли в Чечню. Уже больше месяца их держат в СИЗО по своприкованному делу. Сегодня Исмаилу исполняется 18 лет. И свое совершеннолетие он встречает в СИЗО. Уже более месяца я наложусь в постоянном страхе. За них боюсь, за их здоровье, и этот страх не покидает меня. Я лишь хочу, чтобы мои сыновья были рядом со мной, чтобы их отпустили. Я хочу обратиться к Татьяне Маскальковой, как уполномоченной по правам человека. Их права сейчас нарушаются, и против них фабрикуют дело. Я прошу вас помочь мне визгнуть моих сыновей. А также хочу обратиться ко всем, кто может помочь мне. Прошу вас очень, помогите, пожалуйста, увидеть своих сыновей живыми и здоровыми. Движение АДЭК сообщает, что сотрудниками полиции Нижнего Новгорода были похищены вот эти вот два парня. Один из которых это Салах Магомадов, а второй Исмаил Исаев. После чего они были переданы кадыровцам, которые в свою очередь решили на них повесить дело, уголовное дело о причастности к терроризму и о том, что они были связаны с группой Битукаева, который был убить недавно кадыровскими бандформированиями. Представляете, что на них они решили повесить? Самое интересное, что эти два парня ранее уже похищались кадыровскими преступниками. За то, что они вели какую-то группу в телеграм-канале под названием «Осолнах-95». В этой группе участники этой группы вели себя, так сказать, не по-чеченски, то есть в противоречии чеченскому менталитету, чеченским ценностям, мусульманским ценностям и тому подобное. Естественно, я этого не поддерживаю, потому что у меня есть свои взгляды, ценности и так далее. Но если Кадыров, Рамзан Кадыров позиционирует себя как человек, стоящий на страже российской конституции, российских законов и так далее, как он это неоднократно утверждает, то почему, на каком основании он похищает этих ребят, пытает их, унижает и так далее. Даже если судить по исламу, кто дал ему право пытать этих ребят, избивать, вешать на них какие-то уголовные дела, приписывать к ним участие в каких-то вооруженных группах и так далее. Откуда это? Как можно этих ребят с их взглядом и связывать с Бетукаевым? Это полный бред! Это все равно, что сказать, что Шарли Эбдо со своими взглядами, не отказываясь от своих взглядов, не принимая ислама, пошли и начали воевать за ИГИЛ. Это полный абсурд! Это вообще невозможно друг с другом связать! Как можно этим ребятам повесить такое уголовное дело? Это полностью подрывает какое-либо, даже остатки доверия кадыровской системе. Кадыровский правоохранитель, правоохранительный в кавычках, правоохранительный системе. Но как можно этим ребятам такое приписать? И теперь весь мир опять будет говорить о том, что, видите ли, в Чечне преследуют различных неформалов и так далее. С ними нужно работать, но нужно работать разговаривая, а не так, что ты берешь его и прессуешь, 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 пытаешься его как-то оскорбить, унизить, пытаешься его, током его бьешь и на бутылки сажаешь. Таким образом людей не меняешь, невозможно менять людей, невозможно менять их мышление. Тем более, что ты, Кадыров, создаешь различные площадки для распространения в Чечне вот таких вот взглядов. Молодежь каждый день видит те противоречия, которые исходят от тебя, от твоих продажных муль и так далее. И у них перестает быть какое-то доверие к вам, к вашим словам, к вашей пропаганде и так далее. Они не хотят вас слушать. И поэтому у них бывает альтернатива, которую вы также создаете. Вы создаете концерты, привозите различных певцов, таких как Тимати, участвуете в совместных проектах с такими людьми, как Моргенштерн и так далее. Людьми, которые полностью противоречат нашему менталитету, их взгляды, их поведение, их деятельность. И после этого вы удивляетесь, что вот молодежь уходит к ним. Да потому что вы им даете этот путь, вы ставите такие огромные указатели, куда им нужно идти. Вам и они уже не верят. И поэтому они идут туда. Потому что там есть возможность к возмущению, к какому-то протесту. Они своими действиями, своими словами, своим поведением выражают некий внутренний протест. Протест в вашей системе, в вашей преступной системе, в вашей безбожной системе, в вашей неформальной системе. Вы и есть самые, что ни на есть неформалы. Потому что вы ведете себя в несоответствии с нашими традициями, устоями. В первую очередь, не в соответствии с исламом. Вы оттягиваете молодежь от религии. Вы оттягиваете молодежь от всего того, что для нас ценно. Поэтому не вам судить этих ребят. Тем более, пытая их, унижая и так далее. Вы сегодня являетесь преступниками, а не эти ребята. Со всеми их взглядами, которые противоречат исламу, чеченским традициям и так далее. Потому что они, по крайней мере, людей не пытают. Они не сажают людей на бутылку. Они их не бьют и так далее. Вы являетесь хуже, чем они. Намного хуже, чем они. Поэтому я обращаюсь ко всем журналистам, блогерам, правозащитникам. Заступитесь за этих парней. Заступитесь за этих ребят, которые, в принципе, ни с чем противоправны с точки зрения российских законов не связаны. Ведь вы боретесь за российские законы. Так защищайте их в рамках российского правового поля. Защитите их от ваших же преступников, от вашей же системы, от ваших же чиновников. Защитите этих ребят. Я вас прошу подписаться на мой YouTube-канал Мысли Ислама, чтобы в будущем мне было легче распространять свои ролики. Вы в этом мне очень поможете. Поставьте лайк этому видео, распространите этот ролик. В описании к этому видео вы найдете ссылки на мой телеграм-канал Мысли Ислама. Переходите, подписывайтесь. На телеграм-канал Движение Адат тоже переходите, подписывайтесь. И на телеграм-канал Фартанга ОРГ тоже переходите, подписывайтесь, распространяйте информацию об этом ролике и тому подобное. Вы тем самым будете участвовать в моей деятельности. Вы также будете, иншаллах, получать какую-то награду от Всевышнего за то, что распространяете информацию о похищенных, убитых, запытанных и так далее. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуху.